всем привет любителям игры драгонест всех приветствую на сервере драгонест ми итак сегодня будет гайд о многих вопросах то есть именно в этом видео вы узнаете многие ответы многих которых интересует то есть много я вам расскажу опишу именно все покажу все это более подробно ну думаю начнем с гильдии то есть недавно был случай я не по нечаянности отдал главу то есть пытался почистить гильдию то есть гильдии как обычно всегда битком и то есть надо было чистить тех участников которые давно не заходили в игру и то есть я нечаянно передал главу до того человека который не заходит уже в игру и то есть из-за этого мы создали новую гильдию за уже короткое время уже накачали 29 уровень то есть тут еще немножко осталось и гильдии уже будет последнего уровня вы конечно раз гильдия новая уже давно надо было придумать более нормальные правила точнее не именно правила то есть как более облегчить всем всем жизнь то есть в группе есть обсуждениях тема становимся полноценным участником гильдии просто то есть тут все описано то есть вам всего лишь надо подписаться на канал написать как вы подписаны в ютубе вступить в две группы потом вы должны обязательно участвовать либо в skype конфе либо в дискорде и также написать как вы прописаны в дискорде конечно же выкинуть скрины то есть самой игре в гильдии прописать свое имя и после этого когда все будет проверено вам дадут офицера и вы получите доступ к складу и вы имеете право уже ресурсов брать сколько угодно мало еще будет подкинуть вот то есть вы как видите тут люди заполняли выкидывали скрины то есть они подписаны на канал находится в дискорде в группах и все они получили офицера все они полноценные участники гильдии то есть ничего сложного нету две группы каналы и дискорда то есть гильдия продвинутая значит и будут пользоваться продвинутыми программами программами то есть легче всего общаться разговаривать и играть так что то есть у нас вот ну гильдия всегда называлась русым боли то есть название второе такое нельзя было создать то есть пришлось создать именно россии им ну ничего страшного думаю опять заново накачаем и так дальше связи с обновлением фарм немножечко стал другой во много раз легче во много раз проще то есть раньше с одного именно логова выпадала сто восемьдесят четыре тысячи золота сейчас одного логова выпадает именно три вот таких вот бага в одном баге сто тысяч золота то есть сейчас я вам покажу все логова где выпадает именно по три бага то есть желательно эти логова фармить то есть самое первый известный обычно его и берут это профа то есть обычкой хард отличается лишь только ингрейвингами то есть вот этими штуками которые накидываются на шмот на я сегодня также расскажу про них то есть тут выпадает три бага так дальше вот мантикорка выпадает три бага выпадает кардинала три бага выпадает схема три бага и так вот именно с кардинала из мантикоры выпадают такие река сты это я все позже расскажу именно тоже в этом видосе то есть берем правее порт и здесь все так же то есть этот же кардинал этот же мантикора этот же кимы и все тут же также выпадает по три бага то есть по 300к золота то есть это тоже желательно все оформить потом дальше вот здесь вот находится порт и здесь находится вулкан хард вот здесь выпадает тоже три бага в остальных лаговах ниже уже не выпадает три по три бага выпадает по два то есть потом оптимальный вариант еще фармить фармить именно айса который на четыре человека он находится вот здесь вот здесь выпадает по два бага но его проходить довольно-таки очень быстро то есть вы не тратите большого времени и так потом дальше очень часто задают такой вопрос где именно в каких лаговах расскажите по определенней то есть где выпадают именно мантикоры где именно церберы где именно пожиратели ребята вот то что я вам сейчас показывал то есть профессор кима и айс вот эти все штуки они во всех этих лаговах выпадают рандомно то есть вы пошли вам в этот раз там выпал мантик в другой раз вам пыжик выпал в другой раз вам выпал цербер а так вообще вот именно с профа и с кима выпадает сразу два дропа то есть к примеру вам может выпасть сразу там 40 мантиков и 40 пыжиков или там по другому как нибудь там 40 церберов 40 пыжиков и вот так рандомно вам будет все это выпадать а вот именно уже с мантикоры и и с кардинала вам выпадают вот такие река ну так же спрашивали а где же находится именно банкета то есть где формить коробки и так именно из обновы теперь банкет открывается с 95 уровня и конечно же он все так же открывается именно тогда когда в группе 4 человека то есть сейчас он у меня не откроется то есть вот я подхожу к этому порту и вы видите внизу дарк банкет закрытый то есть хоть на 95 уровень есть но все равно закрыт то есть на него надо ходить только четвером и там баланс то есть не важно какой у вас шмот то есть все одинаково будет ну так же же сколько рассказывать про креатор мест и так же спрашивать а покажите в каком порту он находится то есть вы у нпс и покупаете вот этот ключ этот ключ находится в нпс который от фанни совсем недалеко то есть на нем вы как видите так и написано креатор мест то есть вот он этот порт то есть он тоже после обновления открывается только с 95 уровня и тоже на него желательно ходить четвером так как там баланс то есть в одного вы навряд ли пройдете ну то есть этот все тоже желательно формить это очень желательно итак дальше еще чего желательно формить то есть надо добывать вот эти вот штучки вот в общем мы пришли в кодрок проект тоже уже показывалось то есть я также под видео оставлю ссылку где мы ходили именно сюда то есть проход довольно очень небыстрый мы пока это все проходили мы поднимали многие вопросы то есть чтобы не так скучно все это показывалось то есть сюда так же желательно ходить и формить то есть здесь вы выбиваете рекасты и не только рекасты вы выбиваете джаву то есть она нужна для апгрейда уже шестьдесятых шмоток или вы ее так же можете продать так же вам выпадает герб крутой ну конечно рандомные то есть рандомные статы выпадают ну могут выпасть довольно-таки очень хорошие то есть идете на эти этажи проходите все этажи до конца и в конце вас ждут плюшки потом еще именно насчет фарма чего желательно формить то есть желательно еще формить в 93 именно перекрестке именно айса но на айса конечно многие люди вводят но без дискорда вас навряд ли туда возьмут то есть некоторые бывают не особо продвинутые люди не умеют скачивать устанавливать или регистрироваться в дискорде и просят то есть с перепиской взять ну почему не берут то есть на айсе бывает выпадает рандомно чешуйки то есть мы идем там двоем или троем то есть одному может выпасть десять а одному может выпасть ноль а так если все форму делить то по пять штук если восьмером то по шесть чешуйк и то есть в дискорде спокойно договариваемся спокойно делим чешуйки и спокойно друг другу разделяем то есть чтобы не было какой то ссоры и чтобы все было пополам все было поровну чтобы никого ни от чего не отделить и так в общем дальше насчет именно фарма в перекрестке есть именно две таких зоны ворлд босс и ворлд босс другой то есть ворлд босс и гуил в этих местах то есть что вообще это за место это можно сказать это не не пвп место и не пвд место что-то такое среднее то есть вроде бы как и пвп вроде как и пвд в этих местах вы можете нафармить вот такие вот штучки вот эти вот минотаврики так в общем вот я вам именно рассказывал про фарм то есть почему я еще фарме все пытался вам рассказать про эти штуки то есть запомнили они формятся мантикора кардинал этажи а вот уже именно за эти штучки вы подходите к фане то есть именно за эти рекорды вы покупаете вот эти рекорды то есть как мы их прозвали мина то есть за три штуки покупается один минус потом так же я вам рассказал то что эти минотаврики выпадают в мировых боссах потом дальше именно ивент то есть его можно посмотреть так за время проведения в игре то есть вот они приходят то есть за день вы можете получить 150 именно этих минотавриков и так в общем более подробнее о фарме я вам рассказал то есть где добываются эти минотаврики и как добываются я везде все места показал и рассказал так теперь просили более подробнее рассказать и описать и показать про апгрейте точки таликов и так также вова снимал гайд ну он там просчитала и все вот это просчитанное он выложил то есть я также ссылку оставлю на этот видос то есть также можете посмотреть и все увидеть итак ну а сейчас я буду сам вам лично показывать как все это делать самое начало мы ходим или дедауснест то есть там выпадают коробки с таликом но там выпадает всего лишь 200к золота то есть логово нужно проходить это примерно занимает 3 или 4 минуты или даже больше и вы получите только 200к золота но зато получите коробки с таликом то есть лучше с одной стороны не тратить на это время а то есть ходить проф ким мантика кардинал айс примерно такой фарм и то есть вы на этих лаговах наби набиваете именно вот эти вот яйца или гемы их так и назовем то есть потом с этими гемами мы подходим к торговке покупаем вот эти вот коробочки а вот в этих коробочках уже находятся сами торговки ну конечно выпадают рандомно то есть и хороший и шлак то есть что нужно оставить и себе будете эти талики грейдить точить с помощью вообще грейды и точки талисманов можно себе выкручивать довольно очень большие статы то есть тут только дело в другом то есть довольно таки трудно это добывать именно этих минотавриков ну в общем вы выбили себе нужный талисман подходим к кузнецу то есть также взяли нужных ресурсов и так в общем можно сказать тут есть то есть как правильнее назвать если либо две точки, либо две апгрейда ну давайте одну назовем точкой а другую штуку грейдом чтобы не путаться итак первая точка пускай будет вот именно вот эта вот точка то есть точнее перекрафт то есть тут просто повышается стат и тут все стопроцентное то есть сразу на 100% талисман заточится потом идет дальше ниже ниже вот это вот давайте уже назовем апгрейд вот апгрейд уже не стопроцентный то есть смотрите вот идет вот сначала первый уровень точки вот этот вот первый уровень точки он точится на 10 но это я как и сказал кину ссылку там вову все просчитал и все это расписал то есть вот он первый уровень он точится на 10 и вот именно вот здесь вот вы его протачиваете итак я начинаю давайте то есть как более все правильно сделать то есть вот я вточил на один раз вот он проточился итак я сразу иду и апгрейджу его на 10 сейчас как увидите сейчас как увидите ну вот встала вот опять получилось что пробуем дальше грейдим руками грейдить не не охота включил у пивот так же я думаю следующие гайды делать на у пивот то есть первый гайд то есть первый гайд который я сделал я тоже думаю но под этим видосом кину ссылку на эту программу так как видите на 10 я точну итак начинаем заточка вторая то есть вторая точку сейчас затачиваем и этот уже талисман можно будет точить на 20 но как видите здесь минотавриков уже надо во много раз больше то есть из-за этого сразу втачивать до последнего нежелательно как видите грейдим всегда проходит то есть рез и кончаются с программой тоже довольно-таки очень удобно так на 20 точку загрейдилась так перевод перетачиваем талик уже выше так дальше грейдим здесь уже как видите уже больше ресурсов то есть уже по 15 минотавриков надо этот уже талисман можно точить на 30 «Бетеж» и не Hazrat заберет «ОААААААААААААААААААААААААААА» Уже как видите, какой раз не попадает. Думаю лучше сменить кузнеца. Думаю, чтобы побыстрее было, наверное, 4. Думаю лучше включить, хотя бы думаю на 5. Итак, ну талисман я уже заточил на 30, то есть дальше уже надо четвертую точку делать. И так делаем четвертую точку, то есть вот этот талисман уже можно точить на 40. То есть как видите, тут уже минотавриков надо 20 штук. И все, точка побыстрее пошла со спидхаком. Думаю. 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 Так как это приходит кузнец庭. все я всех минотавриков истратил на апгрейд то есть сейчас посмотрим сколько же я себе дамага с этим далеком разовью то есть у меня сейчас на данный момент 139 миллионов ставим талисман было 139 ставку 142 и так еще также для тех кто еще не знает то есть место для талисманов покупаются то есть наводите на это окошечко нажимаете правая кнопка мыши нажимаете на если левая кнопка мыши и все у вас новое место куплено так в общем дальше еще просили рассказать про энгрейвинге и про титулы это все находится у фанни подходим к фанни вот они ингрейвинге они стоят золото возьмем сейчас штук 5 также титулы они находятся вот в этих коробках они покупаются за баги тоже давайте возьмем штук 5 ингрейвинге выпадают рандомно но самая максимальная чем может выпасть это на 3 с половиной целей а проценты к дамагу что с ними и как делать сейчас я вам все это подробно расскажу то есть сначала мы их открываем вот выпал это самый слабенький выпал выпал на именно шмотку то есть когда нормальные статы выпадают то есть можно хоть на шмотку навешивать хоть на костюм то есть снимаете шмотку открываете правой кнопкой мыши вот этот энгрейвинг вставляете шмотку что-то типа как и накидывать искру что ли и накидывайте вот эти статы но у меня сейчас уже стоит тут довольно хороший гривен кто-то не дает мага атаку по 7000 также все это можно накидывать на костюмные шмотки и так дальше титулы то есть вот в этих коробках они выпадают рандомно давайте чуть-чуть крутнем итак посмотрим что за титул выпал на восемь с половиной процента на пять процентов на восемь с половиной вообще не написано в общем фигня выпала так ну сам максимально сколько я слышал выбивали на восемьдесят процентов титул то есть у меня вот на данный момент стоит меня дает 70 процентов к дамагу то есть это тоже можно в коробке вы вывести сейчас думаю достаточно и так видов довольно-таки уже длинный получился но по той причине все то что просит чтобы все довольно-таки очень подробно объяснять и и рассказывать то что уже немало видосов выпущено довольно-таки в ускоренном темпе то есть пытаешься побыстрее все рассказать из-за этого видосы получаются маленькими но из-за этого некоторые не понимают то есть тут тоже на каждого не угодишь также ребята пишите еще больше мне желательно вопросов и также можете писать и жевать а тема еще бы можно было бы снять или про чего или против рассказать хоть и пишет но все равно это мало то есть бывают доходы такие случаи то что бывает просидишь и думаешь а те же снять итак думаю все уже пора прощаться так ребята всем большое спасибо за просмотр всем пока всем удачи всем драгон с